Вот Сатурна, и мне не очень нравится последние дни риторика, высказывания украинских политиков, которые все чаще и чаще намекают на возобновление военного противостояния на юго-востоке Украины. Ровно семь лет назад, в год Сатурна, в акватории Черного моря, это все то, что я сейчас говорю, все очень астрологично, потому что, я про море, потому что фирменный цвет Сатурна, черный, и полуостров Крым, находящийся в море Сатурна, говоря языком астрологии, потому что называется оно Черная моря, и юго-восток Украины, где развернулся полномасштабный военный конфликт. В общем, все это прошло не мимо России, семь лет и снова год Сатурна. Я не пытаюсь сейчас прогнозировать новую войну, но я просто говорю, что что-то такое в воздухе, какие-то искры раскакивают. Как бы Сатурн, как вторая серия, первая серия была семь лет назад, в 2014 году, сейчас как бы вторая серия, по крайней мере, риторика украинских политиков об этом говорит, ну, открытый. Один что-то такое сказал, другой что-то такое сказал, но за всем этим стоит то, что Сатурн как бы может открыть серию номер два, той историей 2014 года на тему, что ничто не кончено, ничто не закрыто. Из того, что семь лет назад произошло на территории Украины. И в акватории Черного моря, которое до сих пор нормально поделить наши страны, не могут пока цивилизованно поделить Черное море в плане акватории, траектории и так далее, не могут. Давайте подумаем теперь о том, как бы нам к Сатурну-то надо подготовиться, чтобы он нас немножко, немножко нас всех пощадил. Хотя вас он не тронет. Вы оказались Водолеем, а это его знак. Поэтому ваш курс, Лорис, а второй курс у нас кто? Напомнили? Девы. Девы тоже не тронет. А третий? Весы. Четвертый, как все равно. А кого тронет-то? Получается только у нас. Одни фавориты Сатурна сейчас в школе. И Девы, и Лисы. Поехали по знакам Задьяка. Итак, Овны. Овны есть среди нас? Тяжелый год. Тяжелый год, потому что Сатурн в целом больше всего ненавидит огненную стихию. Ну, нетрудно понять почему. Сатурн планета холода, Дед Мороз такой астрологический. А огненные они ж какие. Как наши батареи зимой. Дедушку растапливаете жаром своей души. Есть дедушка. И тело. А дедушке хочется сохраниться. Его научили в институте, что сохраняться лучше в холоде. А огненные люди говорят, да я тебя обниму. Сатурн говорит, да ну-ну, не надо. Не надо. А то я от этих объятий растаю, а я хочу еще жить и править миром. Короче говоря, огненные знаки и Сатурн – это плохая идея. Не надо комбинировать огонь с Сатурном. И поэтому каждый раз, когда Сатурн доминирует и огненный знак, то знаку не позавидуешь. В огне Сатурн в падении. Поэтому для овнов особенно трудный год. Два аспекта. Во-первых, это потеря работы, потому что как бы нестабильность и потеря работы может ждать огня. А второе, очень болезненная, зависть со стороны друзей. Зависть со стороны друзей – это неприятно. Это неприятно, но год Сатурна – это будет. И будет этого много. Так что овнов надо на все пуговицы, на все волны запаковаться. Это было бы хорошо. Тельцы. Кто у нас тельцы? Ой, фавориты, фавориты. Сатурн любит этот знак. Но он земной. Земную стихию Сатурн любит больше всего. Кто мне объяснит, почему? Огонь ненавидит. Мы поняли, почему. Потому что огонь его растопит. Он как снегурочка из сказки растает. Он мороз. А почему он любит землю? Правильно. Потому что он бог крестьян. А земные знаки зодиака на земле. Живут и работают на земле. Для тельцов шикарный прогноз. Тут еще помогает китайская острова. Давайте обнаружим одну интересную закономерность. Кто помнит, я рассказывал правила о самых удачливых финансово людях. Кто они? Ознаков. Тельцы, а погоду бык. Запомнили. Молодцы. Комбинация телец и бык это грандиозный финансовый успех. Смотрите. Тут такая мистика. Телец второй знак. Ну, в зодиаке. Овен первый, телец второй. Бык точно так же. Второй знак только в своем зодиаке. В китайском. А бык и телец это абсолютно одно и то же. Это бык или корова это абсолютно одно и то же. А тяжелее вот быка же еще. Тут так совпало, что Сатурн на быке. Во-первых, Сатурн телца любит самого по себе. А тут еще год быка как раз. Максимальная финансовая удача. Ждет телецов в 2021 году. При всем том, что, конечно, для всего человечества это будет год очень трудный. Сатурн планета голода и нищеты. Я в новогодние книжки привел официальную статистику, что продовольственная комиссия ООН уже посчитала количество голодающих. Это последствия 20-го года жуткого. В результате в следующем году количество голодающих на планете увеличится в два раза. Такого скачка никогда не было. Вдвое увеличится, а там миллионы людей. Там счет идет на не десятки тысячи, сотни, а счет голодающих идет на миллион. А Сатурн это как раз, это его. Он это любит, чтобы в голоде и в холоде жили. Это вот у него такой душевный такой его парад. Но телецам это не грозит. Телецам это не грозит. Близнецы. Кто у нас близнецы? Братья Хулиган. Да, возьмите себе такую псевдоним или вторую фамилию. Вы же помните, Хулиган это, да. Так что у нас только одна Хулиган, что ли, в заднем. Нет больше близнецов? Я помню, вы нет. Весы. Девы. Вы близнецы. Ну вот, кстати, ваша дочь-стрелец. Вы поняли, какие советы ей дали? Главное, осторожнее с короной. И со сплетницами не тревоги. Две опасности. Пинать корону и дружить с эридами. Вот это две главных опасности в жизни стрельца. А путешествует? Да. Вот, как можно больше. Она еще маленькая, а вместо корону папу пинает. Папу пинает. Правильно. В детстве стрельцы пинают родителей, потому что для них авторитет и власть – это не начальники на работе, а родители. На первом занятии ваша коллега рассказала, что ее трехлетний сын, три годика ему было, стрелец, заявил ей, что ты испоганила мое детство. Она стояла по колено в шоке от фразы от трехлетнего, а в детстве он еще продолжал. Она хотела сказать, что я еще имею шанс реабилитироваться. Да, ты испоганила. А сказал он эти страшные слова после того, как она вошла в его комнату, и там в очередной раз была пещера Херона. Да. Что свойственно для стрельцов. И она велела пещеру привести в порядок, потому что все игрушки, естественно, все было везде. Вот. И об ответ услышала вот это, что ты испоганила все мое детство. У нас нету старших и младших, у нас все одинаковые. Вот. Правильно. Правильно. Поэтому ваша пинает папу. Да. Ну а что? Пока для нее корона это вот. Да. Пинать корону любимое занятие. Итак, для близнецов прогноз нейтральный. Неплохой. Ну то есть такой нейтральный. Ни горячо, ни холодно. Единственная рекомендация, это две. Это повышенное внимание к здоровью. Ну это, в общем, там всем, конечно, необходимо в год Сатурна, но близнецам особенно. Из медицинской астрологии Сатурн отвечает за кости и суставы. В год Сатурна у всех людей на планете, у всех, вот эти вот спины, спины, спины эти не гнутся. Астерохондрозные. Астерохондрозные. И артрозные, да. Плачевать, а новые, лучше бы в следующем году, не брать. Ну вот, а так неплохой год. Раки. Есть у нас раки среди нас. Двойственные годы. Есть хорошее, есть плохое. Со стихией вода Сатурн находится в таком нейтральном, но не очень любит воду. Он земли любит. Водных не любит, потому что вечно они как рыдать начнут, а истерить. А Сатурн не любит. Истерик, он такой сухой такой, не эмоциональный. Что касается прогноза для раков. Они будут успешны в творчестве. В творчестве будут успешны. В бизнесе. Особенно в творчестве. Но, но большие проблемы в отношениях с супругами и партнерами. С супругами и партнерами. Ну, то есть поссориться можно. Вод Сатурна очень сильный. Вот эта сторона как бы опасная. Ну, не опасная, но такая, трудная. Супружеские и партнерские отношения. Львы. Есть среди нас львы? О, наилучшие. Наилучшие. Во-первых, огненная стилье. Вы поняли, что Сатурн и огонь рядом ставить нельзя. Во-вторых, тут еще добавляется то, что, если вот эти параллели с восточной астрологией проводить, бык и лев плохая комбинация. Ну, в общем, на фоне всего этого у нас получается, что у львов это год испытаний. Поэтому львам тихонько сидеть, не рычать, не рычать. На чем будут ловить львов? У львов так часто бывает в жизни, что вот они как-то так относятся пренебрежительно к каким-нибудь там. Они говорят, эти бумажки, уберите эти бумажки, я их видеть не могу. Нам вечно надо что-то заполнять, какие-то там счета, какие-то данные, показания, еще что-то. Многие говорят, это такая мелочность, возьмитесь меня в два раза больше, только отстаньте от меня со своими счетчиками, кричит лев в мозг у меня. Вот Сатурна на этом льва и будут ловить. На его пренебрежительном отношении к заполнению официальных бумаг. Поэтому совет и вам какой? Все бумаги заполнили. Все эти светы, воды, что там, у нас уже скоро на воздух будет стоять счетчик. Да, все вот эти вот, к чему придираются, чтобы не дать повод Сатурну, себя поймать. Потому что львы такие, говорят, да нам не жалко, да возьмите в два раза больше, только отстаньте от меня. Кричит лев, но, как бы Сатурн говорит, мы с тебя в три раза больше возьмем. Поэтому, чтобы защититься от Сатурна, львам рекомендуется, это бюрократия имеется в виду. Всю бюрократию, все вот эти официальные бумаги тщательно следить, дополнять, не допускать просрочек. Совет понятен? Хотя бы с этой стороны Сатурну не дать себя укусить. Ну и сидеть тихо, конечно, с мужем не разводиться и так далее. В суд не ходить. В суд не ходить. Потому что в год Сатурна львы могут проиграть. Дева. Кто у нас дева? Мы вот ее недавно изучаем. Земной знак, Сатурн любит земную. То есть прогноз неплохой, как для тельца. Но денег поменьше, конечно. Все деньги будут у тельца. Вы поняли, почему? Потому что уникальное совпадение с быком. Все деньги будут у тельца. Но у девы будет просто много работы. Но тут в хорошем смысле, что у девы все хорошо и много работы. Но для девы это хорошо. Помните, я вам рассказывал, что сказочный пример девы, образ девы, это Золушка. Ну, которая вечно была занята. Помните, там матушка-мачеха перед отъездом на бал дала девочке ряд поручений. И Золушка сказала, да такое за целый год не переделать. Что она там велела ей? Посадить в розовый росток, перебрать всю группу. Что там еще было? Поливать пока не выросло. Да, поливать. На год кофе намерить. А кофе, кофе на год, на год намерить. Золушка сказала, да я такое. Золушка-какетнича. Она-какетнича. Девы обладают способностью переделывать большие объемы работы. Одновременно. Они многостаночные. Дева-какетнича. В смысле, Золушка. Она бы справилась. Если бы захотела, она бы перемелила бы и этот кофе, и соседский кофе. Она бы справилась. Но ей не хотелось. Так вот, в год Сатурна деле придется особенно много работать. Но результат будет. Результат будет хорошим. Весы. Кто у нас весы? Больше нет весов. Вот. Вот. Вы, любимцы Сатурна. Сатурн в вашем знаке в экзальтации. Всем плохо будет, а весам прекрасно. Самый лучший прогноз. Прогноз под названием Мечты сбываются. Мечты сбываются. Так что весы Большие фавориты Следующего года. А вот дальше Скорпион. Там не очень. Кто Скорпион? Потому что вода, Сатурн к воде Относится настороженно. Лучше, чем к огню. Огонь Сатурн ненавидит. Огна, льва и стрельца. К воде У Сатурна настороженное отношение. Ну, просто в воде тоже немножко можно подставить. Поэтому, как бы, с водой Сатурн не очень. А Скорпион, он знак Марса, Плутона, горячий. И, как бы, Сатурн говорит, нет, Скорпиону я не дам. Не дам радоваться жизни в следующем году. Не дам. Какие опасности конкретно подстерегают Скорпион? Конкретно это все, что связано с ремонтом и строительством. Вот главный совет Скорпионам, как и вам, сидеть тихо в целом, не шумить, не привлекать к себе много внимания. А конкретно еще Скорпионам не затевать ремонтных и строительных работ. Потому что, если Скорпион влезет в большой ремонт в 21 году или в большую стройку, вот на этом Сатурн его поймает. И Скорпион потеряет много денег и, ну, другие всякие будут неприятности. Тут его Сатурн поймает. Нет, так подкрасить на кухне выбитую тельцом дверь, может. Это может. Купить банку краски и подмазать, это пожалуйста. Но если вы затеете большой ремонт или строительство Скорпиона, то вот тут вот Сатурн вас и серьезно прижмет. Так что лучше этого не делать. Подождать, как говорят, до лучших времен. Это про Скорпиона. Стрельцы. Кто стрелец у нас? Сегодня мы вас изучали. Ну, так себе прогноз. Так себе, потому что огненный живот скачет во все стороны. Раздражает старикам. Раздражает больше всего своей вот этой верой, что мне повезет, а у меня все будет хорошо, а у меня все получится, говорит стрелец. Сатурн это бесит. Сатурн говорит, а вот и не получится. Что конкретно, чего нужно стрельцам опасаться, оберегаться. Стрельцам рекомендуется режим повышенной экономии. Экономии. Они вообще щедрые и нежадные, как правило, люди. Стрельцы имеются в виду. И они любят делать дорогие подарки. Ну, тем, кого они любят. Иногда они их делают и мало знакомым личностям. Бывает и такое у стрельцов. Сатурн говорит, а, дорогие подарки. Ну, давай. И, как бы, кислород перекрывается. Поэтому стрельцам советуют постараться не разбрасываться в землю. Речь не идет о повседневном. Речь идет именно о каких-то крупных суммах. Сатурн на этом их будет ловить. На крупных суммах. На этом будет ловить Сатурн. Так что надо снова тихо пережить этот год. Стрельцы страдают безмерно из-за ковида. Не потому, что они больны ковидом. А потому, что ковид разрушил в числе образования и здравоохранения еще и сферу путешествий. И для стрельцов это просто адская, адская история. Потому что даже по стране нельзя ездить. Не то, что за рубеж. Даже внутри России опасно, потому что еще весной президент наш губернаторам дал полную волю. И они могут вводить у себя на территориях любой лагерь. И это все будет типа по закону. Ну, например, запрещен въезд. Или запрещен выезд. Или все приехавшие обязаны попасть в изоляторы. Или еще что-нибудь. Сейчас даже по России путешествовать небезопасно. Потому что никто не знает, кто где что придумал. Кто где какой закон принять. Например, сегодня перед нашей встречей вышла из мэрии новинка от Собянина. Что школьные каникулы продляются. Потому что незачем учиться. Много знаешь, скоро состанет. Не дистанционно. Это в Москве. А я про что? Я же говорю Собянина. Я же не говорю про всю Россию. Я иллюстрирую свои слова. Что сейчас мэры и губернаторы правят устанавливать каждый, что он думает. Продляются до 18 января. И Собянин подчеркнул, чтобы его полюбили, а не ругали, что не дистанционка, на которой они сидят уже полгода. Московские школьники. Подмосковные не сидят. Подмосковные ходят в школу. Московские сидят по домам. Что вы не ругали мэра, он им не дистанционку, а продляет именно каникулы. То есть отдых продляется. А если вам надоело отдыхать, сказал мэр, обратитесь к ресурсу Московская электронная школа. Ну это мэр создала. И учитесь как бы в Московской электронной школе. Если вам надоело отдыхать. По-моему они уже столько отдыхают, что, ну как мы с вами примерно, от учебы. Что это уже тот отдых, который переходит в разряд чего-то совсем непозитивного. Так что смотрите, все, наши отдыхают. Подмосковные, если я не ошибаюсь, одиннадцатого сядут за парты. Не дома, а в школах. Ну как это всегда было. А московские, даже не то что дома, нигде они будут отдыхать. Пока до восемнадцатого. А потом все осталось. А продавать можно? А? Продавать. Крупные. Квартиры, машины или подождать. А это и есть те самые крупные суммы. Я понимаю, я имел ввиду вкладывать, а вы как бы наоборот получать. В принципе, да, но с очень большой осторожностью, потому что как только крупная сумма, через стрельца, стрелец же не влюбимчиков у Сатурна, будет проходить Сатурн, сразу будет его цап-царап. То есть риск, риск, риск каких-то потерь или неприятностей. На крупных суммах. Надо с тельцом, да, чтобы телец покупал, да? Это да, это да. Тогда все пасы. Телец, тельцу в этом году можно все. И весам, телец и весы. Самые лучшие знания. Козерог. Кто козерог у нас? Ваш год, ваш. Вы же помните, что Сатурн управитель этой козлоры. Поэтому козерогу, как весам, можно все. И у них все получится. Только козерог говорит, а нам ничего не надо. А мы как бы ни к чему особо, это же не стрелец, не стремимся. А Сатурн говорит, да ты что, давай, у тебя получится. Козерог говорит, да ну его. Не буду, не хочу напрягаться. Не хочу напрягаться. Вообще, когда я вам рассказывал про козерогов, я немножечко допустил эриду. В каком смысле? Я вам говорил, но это и так понятно, что козерог, который в астрономии и в астрологии, типа кентавра, стрельца, это вымышленное животное, потому что таких животных на свете не бывает. Ну, козлорыба. На самом деле, бывает, но не козлорыба, а есть козероги. Если вы специалистов спросите, они скажут, есть козероги, такие животные в реальности. Это особые горные козлы. Сейчас я вам их покажу. Люди козероги, на них похожи. Это особая разновидность горных козлов. Они так и называются козероги. Существа удивительные. Вот эти самые козероги, они живут в скалах, в горах, причем они прямо на отвесной стене, там живут и прекрасно себя чувствуют, нарушая, казалось бы, все законы физики. Вот как он там перемещается? За что держится-то? Это козерог. По совершенно, абсолютно, прямой стене. Вот как туда попал? Видите, вот, а земля там, глубоко внизу. Как он туда попал? На каком вертолете? А вот это. Смотрите. А вот, да. Вот, целая семья тут. И прекрасно там сидят. Она не просто вертикальная, она еще под углом. Вот. Мама и дед. Видите, позирует. Фотограф говорит, а как же законы физики? Ну, типа, они должны упасть вниз, а козероги проявляют чудеса эквилибристики. И люди-козероги, они в этом смысле, на них... А вот, смотрите, как будто их приклеили. Нет, ну как так можно висеть в воздухе, ни на что не опираясь, и все хорошо. Они перемещаются. Я наблюдал подобный механизм у некоторых собак. Такая способность. Такая способность. Они превращаются в змею. Он не отрывается от скалы, а наоборот, всем телом прилегает к скале, и как бы как змея ползет, и вот так вот у них получается. Потому что если он прыгнет, то он свалится вниз. Да, а он, видите как, он как бы, прижавшись к скале, вдоль нее вот так вот перемещается. А это прыжок в воду. Помните знамение? Да, которое совершил козерог. Вот так вот. Прикрепили, так и сидели. Так что для козерогов прогноз хороший, и главное, чтобы они что-то захотели изменить в своей жизни. Проблема в том, что козероги скажут, а у нас как бы меня все устраивает. Меня все устраивает, я ничего не хочу менять в своей жизни. На минутку вернусь к стрельцам. Дело в том, что вот мы сегодня изучали с вами стрельцов. Дело в том, что стрелец относится, об этом я вам не сказал, к так называемым двойным знаком зодиака. Давайте перечислим двойные знаки зодиака. В анализе натальной карты это важное понятие двойные знаки зодиака. Давайте перечислим их всего четыре. Это близнецы двойной знак зодиака. Потому что там два брата, правильно? Братья по фамилии Хулиган, терроризировавшие всю округу. Это весы. Почему весы двойной знак? Две чаши. Да. На одну чашу что-то из тех положили. На другую отвертчик. Фемитос. Смотрит внимательно. Что, кто, куда поквал. Третий двойной знак стрелец. Скажите, вот этот момент ясен, что мы же не говорим стрельцы. Мы говорим в единственном числе стрелец. Но он двойной знак, потому что он с утра конь, потом человек, к вечеру снова конь. Сочетает в себе человека и коня. И четвертый двойной знак это рыбы. Ну тут тоже понятно их две. Это рыбы. Двойные знаки зодиака. Близнецы весы стрелец рыбы. Прогноз для Водолея. Кто у нас Водолей? Хороший прогноз. Потому что Сатурн управляет Водолеем так же, как Козерогом. Ваша планета. Прогноз хороший. Надеюсь, что Сатурн все-таки нас всех пощадит. И ваш курс оказался, повторюсь, Водолеем. Единственный нюанс связан с одиночеством, изоляцией. Водолею могло понравиться, как было в этом году. И Водолей может больше быть в изоляции или в одиночестве. Но это, конечно, нехорошо. С этим надо бороться. Потому что мы не можем так. Мы, я имею ввиду, все люди. Нам надо все-таки быть среди себе подобных. Водолею понравилось быть в изоляции. Нас весь год принуждали к этому. И как бы Водолей решит продолжить карантин в индивидуальном режиме. Вот этого не надо. А так год, в общем, хороший. Сатурн ничего плохого Водолеем не сделает. И, наконец, рыбы. Рыбы. Кто у нас рыбы? Прогноз средненький. Стихия водная. Вы знаете, Сатурн не очень к воде расположен. Ну, конкретно к рыбам у него есть негатив. Не сильный, но есть. Как он себя проявит? Через людей. Через друзья-подружки. Каким образом? Вот одна дама-астролог однажды сказала просто гениальную фразу. Я ее запомнил. Что все рыбы, они плеснефилы. Она была биолог. Ну, есть такая плесень. Плеснефил, дословно, это любитель плесени. Но она имела в виду не то, что рыбы любят покупать в магазине сыр с плесенью. Она имела в виду, что рыб тянет к людям с плесенью, с гнильцой. Ну, фигурально выражаясь. Это правда. Рыб тянет к таким. Дружить с ними, общаться, поддерживать. Плеснефилы. Любители, любители людей с гнильцой. Я говорю о внутренних качествах, разумеется, сейчас. И Сатурн говорит рыбам, будешь лиснефильничать, они тебя, в общем, с ног до головы обкакают. В этом суть прогноза, что в 2021 году рыбы пострадают за добро. Помните, мы изучали рыб на примере Михаила Горбачева. Кто вытащил Ельцина из провинции? Кто все время хлопотал о повышении его в карьере? Кто сделал его мэром Москвы тогдашним? Это все сделал Горбачев. И потом этот же Ельцин его съел. Для рыб это распространеннейшая история. Понятна схема? Рыбы находят человека с сыром. Всячески ему помогают. А потом этот же человек им платит черную неблагодарность. Мало того, что Ельцин отобрал у него страну, он отобрал у него все привилегии потом. А когда Германия, Германия и Горбачев культовая личность. За Берлинскую стену и так далее. Германия выдвинула Горбачева на Нобелевскую премию мира, как миротворца. Еще что войну в Афганистане остановил. Еще и это. Берлинскую стену разрешил разрушить, чтобы нация воссоединилась. Ельцин сказал, что он приедет в Стокгольм и взорвет эту Нобелевскую премию. Если посмеют вручить ее Горбачеву. И он не получил эту Нобелевскую премию. Не получил. Потому что у рыбы это всегда так. Найдут кого-то, ну такого, всячески облагодетельствуют. А потом им же, им же этот человек отплатит черной неблагодать. Вижу, что они поняли. У рыбы-то сплошь и рядом. Сатурн говорит, помогаешь? Плеснифиничич, давай-давай. Выращивай в себе очередного такого. Которому ты все сделал. Это же полностью он его. Да этот Ельцин бы близко к Москве не подступился, если бы не Горбачев. Он хлопотал за его перевод в ЦК Компартии. Он ему давал ответственные должности и посты. Додавался. Вот результат. Для рыб история типичнейшая. А рыбы всей душой к этим людям. А у рыб такое, они гнильцу чувствуют по Непту. И их к этим людям тянет, к нехорошим, с целью им помочь, как-то искренне помочь. Только они не понимают, что они вытаскивают эту гниль из всяких там неприятностей. И потом эта гниль рыбам-рыбам на голову спускает все какашки. И вот эта история с рыбами в 2021 году. Она, Сатурн говорит, давай-давай, вперед. Посмотрим, посмотрим, чем для тебя это кончится. Ну, прогноз понятен? А теперь проводим ритуал. Проводим ритуал. Мы с вами просто еще очень мало общаемся. И у меня не было возможности рассказать вам об астромагии. О том, как много и как часто наши слушатели пользуются правилами астромагии. А научиться этому можно только у нас в школе, потому что больше никто не знает и не смеет к этому подступать. А мы занимаемся астромагией много лет. Запишите, пожалуйста, какой ритуал нужно провести 31 декабря. Чтобы Сатурн и рыбам, и стрельцам, и овнам, ну, в общем, всем, кому он не очень, чтобы у всех год удался. Итак, 31 декабря. Время, я вам скажу, точное, потому что магия – это штука серьезная, и она требует, как бы, ну, требует, в общем, важной подготовки. Так, мы берем Москву. Я сейчас что делаю? Я хочу вам показать, что мы еще тоже на это не успели посмотреть, что есть такое понятие в астрологии, как планетные часы. То есть есть время, которое в течение дня под управлением этой планеты. Нам нужен час Сатурна. Час Сатурна 31 декабря вечером будет от 17 часов 16 минут до 18.37. От 17.16 до 18.37. То есть в это время желательно провести этот ритуал. Что вы делаете? Вы берете небольшой листочек белой, чисто белой бумаги. Знаете, такой бывает отрывной для всяких там записок, да. Но они бывают иногда с розочками и виньеточками розовыми. Вот этого не надо. Потому что розочки оставим в Венеле. Сатурн дядька суровый. Никаких розочек. Чисто белый, без всяких там клеточков. Можно. Сатурну бы понравилось. Сижу за решеткой. Только стоит ли такой листочек использовать для ритуала, а то Сатурн еще неправильно поймет. Поэтому давайте чисто белый. А почему еще белый объясню? Потому что помимо Сатурна нам надо договориться с восточными друзьями год белого металлического быка и год белой шестерки по тибетской острову. Помните, там вы вот купили в новогоднем комплекте такую табличку, куда в центр фото наклеивается, это тибетская астрология, белая шестерка, звезда следующего года. Итак, на белом листочке черной ручкой. То есть у нас этот Новый год, он весь такой черно-белый получается. На белом листочке черной ручкой вы пишете следующее. Хочу или желаю. Прямо с глагола начинаем предложение. Слово я опустим. Ну, чтобы Сатурну не раздражать. Хочу или желаю в 2021 году, запятая, год Сатурна, ну ему приятно будет его упомянуть. Хочу. В 2021 году, год Сатурна, еще символ нарисуйте, ему тоже будет приятно. Ну что вы знаете его символ. И дальше перечисляете три конкретных желания. Только максимально конкретных. Про себя или про ваших родных, но очень реалистичных и конкретных. Не надо писать. Хочу, чтобы в мире кончилась пандемия. Или хочу, чтобы в мире везде наступил мир. Мир во всем мире. Не надо писать, потому что бесполезно. Сатурн прочтет и вынесет. Сатурн говорит, тебя это не касается. Пиши о том, что касается лично тебя или того, кого ты любишь. Три конкретных. Почему три? Потому что цикл Сатурна 30 лет. Как бы символически 10 лет на одну просьбу. Но исполнит он все это за. Но три просьбу. Не больше и не меньше. Вернее, меньше можно, больше нельзя. То есть заставил Сатурн побыть золотой рыбкой. Исполнить три желания. Итак, вы написали. Дальше вы сразу сжигаете этот листочек. Читать листочек ни в коем случае, что там написано, никто не должен. Это тайна. Это тайна, что вы потребуете от Сатурна. Вы сжигаете этот листочек на тарелочке. И собираете пепел. Почему надо сжигать на тарелочке? Потому что нам нужно собрать пепел. Вы собираете пепел. И пепел вы рассыпаете под елочку. Если елочки у вас нет. Тогда можно в горшочный цветок. Поднимите руку, у кого дома есть горшочный. В Москве у всех квартир. Ну, ничего, бывает. Сейчас скажу. Можно в горшочный цветок. А если дома нет горшочных растений с землей, то надо одеться будет, выйти на улицу и самое близкое, пожалуйста, дерево к дому. Вот любое. Туда под дерево. Ссыпать пепел. То есть под елочку. Нет. Ну да. Ну, где дерево должно быть. А? Нет. Ну, не на пол. Да. Да. Емкость будет. Не на пол. Да. Вот туда. Да. Совершенно нет. Лучше в горшок. Да. Лучше тогда. Лучше в горшок. Горшок или... Или... Цветок еще. А несколько пеплов в один горшок можно или в отдельно каждый пепел в отдельный горшок? Это будет коллективный? Конечно. Нет. А мы же на одном листочке. Нет. Нет. Ну, вот их три желания. А, ну, да. Я понял. Можно. Можно. Нет лимита. А они не спешаются? Нет, нет. Не переживайте. Они спешаются. Сатурн прочитает желание в тот момент, когда листочек будет сгорать. Когда вы выбрасываете пепел, Сатурн эту телеграфу уже получил. То есть он прочтет это еще на уровне, когда огонь. Да. Вот тогда он прочтет. И решит, будет он это исполнять ваше пожелание или нет. Но, по идее, должен. Только подойдите очень реалистично. Очень конкретно и реалистично. То, что реально как бы… Да, вот такой вот маленький. Такой вот, да. Там же текста немного. Вот. Сегодня спросили, а если, говорят, у меня две дочери. И как писать? Имена могут писать? Я говорю, не надо. Напишите, там, старшая дочь, чтобы то-то и то-то. Ну, допустим, младшая дочь – это младший сын. То-то и то-то. Ну, и про себя не забыть. Ну, и про зять. За любимого. А зарезервировать одну просьбу для него. Все это написали. Сожгли. Пепел высыпали либо в горшок, либо под дерево, либо под елку. Все. Ритуал готов. Он очень простой, но шанс есть.